Всем привет, в эфире Ильдар Нуркалиев. Сегодня я решил записать видео. Это мой ответ на вопрос, как построить опционный уровень при помощи бесплатной версии QuickStrike. В чем собственно дело? Дело в том, что в бесплатной версии QuickStrike раньше присутствовал TradeBuilder, при помощи него можно было рассчитать точку безбыточности любого опциона. Но с недавнего времени, если мы сюда зайдем, TradeBuilder отсутствует. Почему он отсутствует? Дело в том, что любая кнопка, которая присутствует в бесплатной версии QuickStrike, она не бесплатная. За нее платят, но платит за нее Чикагская биржа. То есть она спонсирует ваше аналитическое пространство, так его назовем. Ну то есть ваш доступ к платформе, его спонсирует Чикагская биржа. Вот и все. И они провели некоторую оптимизацию. Будут еще изменения. Ну вот, убрали TradeBuilder. Что дали взамен. Далее SpreadBuilder. Выглядит он вот таким образом. Допустим, возьмем золото, хрязь и тут всплывает нюанс. То есть это почти то же самое. Можно добавлять колы и путы почти то же самое, что TradeBuilder. Да не почти то же самое, а то же самое. Но в бесплатной версии количество страйков ограничено. Если мы посмотрим в платной версии, количество страйков, оно никак не ограничено. Ну и плюс можно строить спреды с разными сериями опционами. Ну то есть разные сроки экспирации можно задействовать в одном спреде. Бесплатной версии этого нет, плюс количество страйков ограничено. Это неудобно. Поэтому придется воспользоваться калькулятором, либо Excel. Но до того, как мы перейдем к тому, как же все-таки считать, есть нюанс, который я вам должен напомнить. Вообще вы это знаете, потому что изучали мой курс. Но на всякий случай напомню. Отслеживайте, пожалуйста, в профиле открытого интереса кнопочку «Самые активные страйки» — это вот здесь. Хотя бы несколько раз в неделю, если хотите своевременно отмечать на графике вливание опциона. Заходите и смотрите за неделю, какие были движения. Если вы строите опцион несколько позже во времени, учитывайте, что будет погрешность. Как она может проявляться? Очень просто. Очень просто. Например, например, например. Давайте я вам на примере и покажу. У нас цена за несколько дней может, допустим, побывать на страйке 1725. Соответственно, колл и пуд будет примерно по 20 долларов. А потом резко уйти куда-нибудь там в район в район вот сюда или вот сюда. Соответственно, что произойдет? Страйк выйдет за пределы диапазона номер 1, expected range, ожидаемый диапазон, и превратится в копеечный страйк. То есть стоить он будет 3-5 долларов. Ну и, соответственно, разницу надо понимать. Либо вы прибавили, и у вас точка без убыточности 1750, 1748, например. Или вы прибавили 5, и у вас точка без убыточности 1730. Это огромная разница. Если вливание было, когда страйк на деньгах, он очень дорогой. Если он там вне денег, где-то находится во втором диапазоне или в третьем, погрешность будет незначительная. Но если он был именно на деньгах, когда на него вливали, и потом цена ушла, то вы просто сделаете бесполезную работу, рассчитав его позже во времени, чем он появился реально. Поэтому отслеживайте движения для того, чтобы своевременно строить уровни. Как их строить? Берем бесплатную версию QuickStrike. Заходим. Прайсин шит. Это доска опционов. Прайсин шит. Это лист цен опционов. Выбираете количество страйков неограничено. Все. И у вас появляются цены на все опционы. Это цены за сегодня. У вас есть столбцы. Сразу наверху. Strike. Цена исполнения опциона. Call Put. Это лучшее ценное предложение, которое сейчас присутствует в стакане. То есть на опционах, как и на фьючерсах, есть стакан, есть покупатели внизу, есть продавцы вверху. Здесь. Здесь. И, соответственно, у покупателей и продавцов есть лучшие цены. Собственно, они здесь и обозначены. Лучшие на предложение. Это вот это вот, по которому вы можете купить опцион. Вот она. Есть столбцы. Put Settle. Call Settle. Они вам не понадобятся. Это цена лучшей сделки за день. Они иногда выходят за адекватность. Эти лучшие сделки за пределы адекватности по причине... того, что люди забывают заявки в стакане и маркетмейкеры их иногда обдирают. Поэтому на эти цены обращать внимание не нужно. То есть что такое лучшая цена? У опциона, как и у любого актива, есть график. Соответственно, за день продали кому-то по самой высокой цене опцион. И есть Settle. Лучшая цена. На нее не ориентируемся. Берем именно вот эти столбцы. Ну и давайте посчитаем какой-нибудь уровень. На примере икала и пута. Заходим в профиль открытого интереса для золота. Крязь вжог. Выбираем детально. Обычно у вас открывается вот в таком виде 10 страйков и стоит галочка. Вот это автоматически показывает страйк с максимальным скоплением опционов. Вы открываете, а тут вот такая вот история. Па-пам! Не очень удобно. Поэтому сразу убираете галочку и выбираете количество страйков. Ну, либо все, либо если у вас зрение не очень, там 25-35. Потому что если вы выберете все, будет очень-очень мелко. Ну, вот я выбрал. Хорошо. Если колл, то 1775. Если пут, то 1700. Захожу в pricing sheet. Выбираю. 25 страйков не хватит. Мне нужно 1600 пут. А, не поместился. Совсем. Нахожу 1600. Я скопирую всю строчку. Чтобы вам показать. На самом деле это элементарно делается на калькуляторе. Скопировал. Здесь у меня уже заранее скопированы названия столбцов. Так же, как в QuickStrike. Собственно, вот он 1600 страйк. Вот он его пут. Он стоит 0,6. Как мне посчитать точку безубыточности для пут опциона? Мне необходимо взять цену страйка и из нее отнять стоимость пут опциона. Давайте это сделаем. Знак равно стоимость страйка. Отнять стоимость пут опциона. Точка безубыточности для пут опциона со страйком 1600 составляет 1599.44. Хорошо, давайте повторим то же самое для кола. В случае колов нам надо прибавлять. Я скопирую строку 1775. Скопирую туда же. Вот оно. Кол опциона стоит по страйку 1775,7,2. Знак равно 1775 плюс 7,2. Получается 1782,20. Все просто, все легко, все элементарно. Но это только в случае простых инструментов. Кто такие простые инструменты? Это в основном практически вся товарка. Практически вся, не вся. Есть нюансы. Есть нюансы. Я вам сейчас покажу, как их выявить. Но из таких попсовых, золото, нефть, вы легко сможете посчитать по этому принципу. Нефть и золото. Валютные пары, так называемые, мажоры, легко посчитаете по этому принципу. S&P 500 вы по этому принципу посчитаете. Все, что дальше находится, либо уточните, например, у меня, либо проверьте одним простым способом. На примере сложный инструмент я вам сейчас покажу. Инструмент десятилетки, есть у меня в обзорах, поэтому именно на его примере. Здесь целая куча нюансов. Инструменты, которые, инструменты срочного рынка, заключенные на фьючерсы, либо базовым активом, которых сразу являются американские банды, здесь расчеты другие. Но не только у Interest Trades это происходит. Есть и другие активы. Нет смысла их перечислять. Все вы наткнетесь, если будете этим активом пытаться торговать. Итак, в чем нюанс? Обратите внимание. Страйки расположены по какой шкале? Дело в том, что базовый актив, то есть фьючерс на десятилетки, американские банды, он торгуется по шкале, у которой после запятой максимальное значение может быть 32, а точнее 31,5. То есть может быть 138,31, после чего идет 139. Там нет сотых. А страйки опционные расположены по шкале с сотыми. Кажется сложно, но нет. Далее, ну ладно, нет таких, да, этих самых, нет такой шкалы. Поменять шкалу несложно. Вот это все уберем от золота. Поменять шкалу вроде бы несложно. Начнете прибавлять, отнимать и все равно у вас не получится. Потому что есть еще нюансы. Я скопировал цены по центральному страйку. Сейчас мы зайдем в Spread Builder и посчитаем центральный страйк. Смотрите. Нажму заново, чтобы было видно, что я посчитал именно его. Берем опцион, 138,75, нажимаем на стрелочку наверх. Это добавит один колл в наш портфель. Прайс, смотрите, 0,23. У нас цена колл опциону 0,23. Все соответствует. Если мы с вами сделаем ту же самую процедуру, то есть цену страйка прибавим к стоимости колл опциона или наоборот, у нас тут 138,98 выплывает. Но Spread Builder с нами не согласен. И правильно делает, что не согласен. Прайс, точка безубыточности. 139,04, он пишет. 139,039. А у нас получилось 139,98. Что-то здесь не так. Что именно? Объясняю. Первое. Шкала цены базового актива, она котируется по значению 0,32 после запятой. То есть там идут не сотые, там идут 32 дроби. Это одно. Страйки котируются в сотых. То есть перевести сотые в 32, в общем-то не составит труда. Но стоимость опциона, казалось бы, чего уж проще. Наверное в 32, нет? Может быть в сотых? Даже нет. Тут по двух. Стоимость опциона котируется в 64. Твердое. Так, на всякий случай, чтобы не расслаблялись. Но это на самом деле не с этой целью. Это делается для того, чтобы софт не путался. Ну, потому что впихнуть 32 дроби оказалось сложно. В разного рода софт. Поэтому вот так. Хотя на самом деле разумного объяснения я от них не получил. Зачем сделали именно так? Ну, давай. Я имею в виду, зачем, не зачем там шкала 32 сотых идет. Нет. А зачем страйки сделали сотыми, а опциона 64? Вот на этот вопрос ответ они. Зачем сотые, не сотые, а 32 после запятой? Это понятно. Вот со страйками понятно мне не ответили. Ну, да ладно. Как быть-то? Как посчитать? Все просто. У нас сколько после запятой? У нас тут 0.75. Это надо перевести в 32. Соответственно, все просто. Надо 0.32 умножить на... Знак равно забыл поставить. На 0.75. И мы получим, что здесь 24 32. К ней надо прибавить 23 64. Как из 64 сделать 32? Надо просто разделить это на 2. Вот и все. Вот и все. Все просто. Равно 0.23. Сделано на 2. У нас получится 0.115. Где-то мы потеряем копеечку, там округлицы и так далее, но в целом нормально. Теперь надо вот это и вот это сложить и прибавить 138. Делаем кресть. Делаем кресть. Вот это и вот это. Получаем 0.35. Здесь нюанс. После запятой может быть только 0.32. Больше никак не может. Соответственно, когда достигается 0.32, округляем до единицы. И у нас получается единица и, считаем разницу, 0.32, нет, вот это, вот это, 0.3550 минус 0.32. Это 0.35. Получается 1 целая и 0.332 и 0.05. Это надо прибавить к 138. Соответственно, это будет 139. 139 равно 139 плюс, вот это история, 139, 0.35. Должна быть точка безупуточности кол опциона. А он нам сказал 139, 0.39. Ну, где-то мы на округлении профукали 0.04. Но это неважно, потому что вы эти 0.04 там никак на шкале цены обозначить не сможете. Поэтому 0.35 будет достаточно. 139 на 0.35 точка безупуточности. Теперь понятно? Теперь кажется понятно. Не сложно. То есть тут обыкновенная математика, причем математика за второй класс. Даже не за третий. Она не сложная. Это всего лишь дроби. То есть к сотым прибавить 32 можно, если вы умеете пользоваться калькулятором. Ну или хотя бы Excel. Как-то так. Пользуйтесь Квикстрайком. Строите точки безупыточности. Если вы видели какой-то значимый опцион для себя. Или представляете его таким значимым. Строите, считайте и наслаждайтесь процессом. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И успехов вам во всех окружающих вас делах. Будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok